Чем мы еще можем заниматься, как всегда, только есть. Мы сейчас спускаемся в метро в Бангкоке, бьем кофе и идем работать. Мы в Бангкоке. Сейчас идем на самый большой в Таиланде рынок экзотических растений. Называется он Читучак, насколько я понимаю. Ну вот, мы уже идем по рынку. Пока здесь всякий крупняк. Вот в таком вот маленьком горшочке. О, нифига себе. Класс. А как у нас продают, то не должны растут, а здесь продают. И можно послалить. Ну что, закупаемся бананами? Конечно. Нет? Я бы взял. Я не сомневаюсь. Я люблю бананы. Я очень рада, что мы не можем их взять с собой. Наш туалет вот. 5 бат, по-моему, может туда 5 бат. Здесь все находится под открытым небом. Адская жара. Поэтому придется периодически забегать во всякие торговые центры, чтобы охладиться. Там кондиционеры. Вот это кактусы лофофора Вильямса. У нас в стране они запрещены, потому что в них содержится вещество лофофорина. Его используют для производства наркотиков, насколько я знаю. Но чтобы был какой-то эффект этих кактусов, надо обожраться довольно много. Поэтому, бредовый закон. Это все из природы у них. Сынерил какая-то. А, это у нас из ботсада подарили. Это, которая не сынерила вовсе. Вот это? Нет, у нас из ботсада, которая не сынерила. Вот там цветы другие. Да? Да. Ну, короче, это из этого семейства. Это вот там. Но это все ерунда. У нас все это есть. Смотрите, вот это. Вот дерево. Ну, вот такой у нас точно нет. Интересно, вот это прокталось или нет? Нет, не факт. Красивая. Рафидафорки все-таки. Рафидафорки все-таки. О, смотри, какая краспирозия большая. Немножко неоригелий. Да, дожди. Ну да, непонятно, она почему покровная будет? Селегиналки всякие прикольные. Да и вот такой вот у нас нет. Смотри, может. Какой? Такой, да, тоже. Она мелкая. Селегиналки. Так, ну, засеет. Ну, вот это прям хорошее. Может, смолистость. Ну, может, а может, и не может. А он там еще дальше тоже есть. Вот это эхинодорусы, аквариумные растения, выращенные на суше. Смотрите, какие жирные. Там что? Вот это перистолистник. На сильном свету он становится очень компактным, таким прижатым. Это, наверное, таратало. Но это не точно. Красивые цветы, да? Это челим. Ну, кстати, его тоже можно выращивать. Он хорошо смотрится. О, это пицца. Вот такие вот, типа, бонсайчики. Непонятный, очень мелколистный кустарник. Скажи мне, что у нас есть. Он у нас есть, и он очень живучий. Вот. Может быть, еще возьмем. Вот такой высоты, и все листья вот так вот висят вертикально в них. Короче, это ампельный ананас. Да, да, да. Очень. У него листья свисают. Вниз. Все такие вот поникшие. Это он еще маленький. Орхидейки. 200. А дарись сюда вниз, смотри. Угу. Угу. Дарись сюда. Угу. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю Не впечатляет тебя? Нет Я не люблю варегатные растения вообще никакие практически Маш, блин, пойдешь Тилансия Это обычные ананты сверху, под ними у снеевидные висят Что тут у нас еще? Это функианы Это шидианы Причем очень жирные, из Европы хуже приходят Еще функианы Варегатные дендробиумы Я варегатные не люблю, но... Берем для вас Да Вот еще тилок куча Вон здоровенные кусты Шидианы 5 функианы Красавчик Короче, жара как в аду Мы зашли в торговый центр немного охладиться Там пипец Все такие задолбленные В жизни все задолбленные Имеют идеальные фотографии С Лешей Мы такие-то Значит, тут прям очень подлинничные Не, мы просто... Маринт это вот эта вот сахарная Да, да, да Залезаем в чужие машины Смотрите, какая прелесть Он очень красиво, как бонсай Этот маринт Очень красиво Короче, это естественная сахарная вата В стручках она содержится Мы вчера ее ели В виде повидла, правда Я же ел прям это Врезец с ананасами Там вот складок Да, она у тебя, да Она сделана из него Вообще, там такое, как Не желеобразное А на повидле Пиле и микрофил А вот это не наши, да? Да, вот это то, что ты... Это мы находили на улице Мне кажется, это какой-то горец Но можно в Андрея Надеется, видно Очень много бонсайчиков Но это, конечно, тема не... О, какой красивый Очень много всего Первый проход мы, конечно, промчались Ничего не поняли Но мы нашли дядечку с орхидеями Ой, какие у него орхидеи, ребята Так красиво Пообщались с ним Может быть, что-то от него закажем Вроде он согласился нам отправить Вот тут продаются всякие тропические мхи Явно не все из них могут жить у хлорариума Но вот кое-какие попробовать можно Вот так вот они хранятся в сухом виде Но они вполне себе зелененькие И при попадании в влаги они оживают Огромное разнообразие кактусов Очень-очень в хорошем все состоянии Все жирненькие Но тут для них просто идеальные условия Очень сильное солнце Жара Растут они как на дрожжах Даже мне захотелось уже Разнообразные гланемы Тоже в Москве такие сорта редко встретишь А вон там еще мхи Сейчас пойдем посмотрим Вот тоже уже размоченные в плошечках лежат А вон там большие пласты Подсушенные в больших ящиках Какие вот замечательные коряшки Не знаю Скорее всего это мангар конечно А может быть что-то другое Ну и мох Правда цвет как будто он стабилизированный Ну вроде бы живой Сушеный Мелочевка коряк Похоже на мангар да Скорее всего где-то на побережье Собирают Ну и куча разновидностей Тоже мелкого декора Камушки Часть из них известковые породы Которые в наших целях не очень подойдут Но есть и Вполне себе нейтральные А вот это уже большие коряшки целые Бревна с дуплами Смотрите Вот бревнышко с меня размером Внутри Замечательное дупло Пенечки И судя по всему это уже все вымоченное в воде То есть гнить оно не будет Вот какая тоже бревнышко замечательная Сейчас короче прикол был Спрашиваем у местного товарища Что за растение такое Вот он открывает гугл Что-то там гуглит Вот открывается фотка Наша фотка Собственно микрохитус И говорят вот это оно На самом деле это конечно не оно Вот но тем не менее Как-то на наши фотки тоже они ориентируются Тут продают всякие местные Картошки, имбири, луковицы Ну естественно это все не на еду Это просто декоративные растения Вон что-то Что-то аморилисовое похоже Это явно имбирь Кто-то пико знает что такое Здоровое Наверное тоже имбирь какой-то сорт Вот маленькие плутицериумы А сколько я понимаю Они такими и останутся Это взрослые растения Сантиметров 20 они Там уже покрупнее кусты Орхидейки Вот целая палатка С офигенными папоротниками Жирные плутицериумы Вон они Намасплениумы по-моему торчат О какие Красота Ну вот такую бульбочку Можно купить без листьев И они потом отрастут Вот эти самые волосатые бульбы А вот его название Потом поглядим что это такое Здоровенный папоротник Вот еще мхи Тоже в таких плошечках Уже размоченная махь И в ведрах И в тазиках Сухие Идем смотреть Орхидейки всякие Вот бульбофилумы Вот это все Ненадерганно из природы Это выращивают Тут жирненькие хуперзии Прям здоровенные кусты Выращиваются они В перевернутых горшках Вот подвешенный горшок А само растение Сажается снизу В отверстие Вот И ему так вообще Замечательно расти Вот это целая Палатка огромная Смотрите Какие огромные стручки Продаются Какая-то Акация что ли Короче Идем опять Охлаждаться В торговый центр Жара Пипец Вот И пообедаем заодно Еще мхи Это явно Содрались Каких-то Пней В природе В флорариумах Явно Это что-то Расти будет Очень похоже На наших Гипномы Какие-то Все-таки Немножко Отличаются Вот здесь Продается В торговом центре Прямо при входе Да Офигенная штука Это смузи Из маракуйи Вот Она кисленькая Без сахара Вот Очень рекомендую На жале Ну и тут Еще всякие Из арбуза Еще есть Какой-то Фигни Но маракуйя Круче всего После рынка Приехали мы На Ферму Этих Агланем Да Здесь практически Только одни Агланемы Но Есть еще Немножечко На всяких Филодендронов Алаказий Тут обязательно Есть Притенение И Ну Нечто подобное Прозрачный шифер Короче От дождя Вот Но Он Не везде лежит Но Затеночная сетка Везде Насколько я понимаю Процентов 70 Тени она дает Плюс Тут не очень жарко На улице Сейчас Градусов Не знаю 40 Вот А здесь Вполне Себе Прохладненько Вот Стоят Вентиляторы Ну Такая Вот Дачка 6 соток Примерно Да По сравнению с тем Что здесь творится На улице Здесь Вообще Холод И Зима В Лонеуме Торгуют Наши друзья Это Гринрэйр Да Я не буду снимать Кошу Идущего В туалет И Знаете Здесь Поскольку Эти растения Выращивают Самостоятельно Люди То есть Это Семейный Бизнес Что Клево В таких Растениях То есть Что Люди Которые Выращивают Знают Что это Растение И соответственно Ребята Они выбирают Индивидуально Каждый кустик Выбирают Лучшие Растения Ну и соответственно То есть Ты получаешь Не кота в мешке Вполне себе Ухоженное Домашнее Растение Привезенное Которое Вы можете Сразу же Постоять Домой И не переживать О качестве Его Ну то есть Грубо говоря Качество Растения Сразу Будет Лучше Чем То Что Вы Купите В интернет Магазине Не Зная Что Вы Выбираете Я конечно В них Ничего Не понимаю Да Простят Меня Любители Аглания Для Меня Это Зеленые Листья И красные Листья Но У каждой Группы Растений Свои Любители Сегодня Я видела Такое Количество Суккулентов Что Мне даже Ужасно Подумать О том Какое Количество Людей Ими Занимается Но я Так Чувствую Что Это Будет Следующая Наша Болезнь У меня Мама Содержала Суккуленты Все Мое Детство Они Стояли На Подоконнике И Гоша Коллекционировала Видимо Все Чаши Нас Снименуют Ну Так Вот Куча Глани Красненькие Все Как Все Любят Оказывается У них Не Одна Теплица Тут Не Теплица Это Просто Участок 6 Соток Вот Он Полностью Участок Накрыт Такой Вот Сеточкой Причем В некоторых Местах Два Слоя Здесь Четыре Таких Участка И Один Участок С домом Где Живут Хозяева И они Все Выращивают Без Фласок То есть Это Все Нормальный Рассадочный Материал Чтобы вы Понимали Мы Померили В тени У себя За окном В отеле Люксметр Показал 170 тысяч Люкс То есть Здесь Посвещенность Просто Пипец Ну Судя по нашему Состоянию И тому Как ты Здесь За два Часа Превращаешься В котлету В Тридцать минут Да Ну вот Пример Мы уже Уезжали С рынка Просто Такое Ощущение Было Как будто Тебя Уже Нет Я Вчера Так Перегреваюсь Что Я Скачивала Видео На ноутбук Гоша Попросил Показать Я ему включила ролик И я дальше Ничего не помню Он говорит Что я просто Уснула А мне норм Тепло Хорошо Да У нас один человек Кайфует От этой погоды Вот Покажи систему полива Давай Я кстати А вон ПНД Натянутые ПНД трубы На расстоянии Друг от друга Ряды Не знаю Метр 3 Наверное 4 А вот это форсунка Наверное Да Это не форсунка Это сплинктерный Сплинктерный Короче В гугле Посмотрите Как называется Распылитель Вот эта штука Крутится Вот И она Разбрызгивает Воду Расход От нее Не знаю Литра Наверное 3 в минуту То есть Она сильно Льет Вот И тут Такой зонтик Прямо Воды Образуется И все Равномерно Поливается Сколько раз в день Не знаю Сейчас попробуем Спросить Если нас поймут А вот эта Синяя бочка Это Резервуар Собственно Видимо Для Полива Да Потому что Под него Идет С водой Потому что Проблема Она Дорогая Да Да С водой Тут точно Не все В порядке Но ничего Кстати Лучше Чем Когда мы Были На Пхукете 5 лет назад Там вообще Было С водой Как-то Тяжело В этот раз Все намного Лучше Вон Саженцы Я смотрю Используют Кокос Почти Все Везде У них Посажены В кокосе Говорят Что Он здесь Очень Дешевый Вот Это Ничего Даже Симпатичные Такие дела Представьте Если бы У нас Было Столько Площади Мы бы Все Завалили Мир Сильгенелами Мы И так Уже Почти Его Завалили Сегодня Ржали Что Некоторые Растения Которые Мы выращиваем В России Самостоятельно Стоят Разы Ну Почти В 10 Раз Дешевле У нас Уже Чем На мировом Ну То есть Как бы На вот Этом Оптовом Рынке Ну Есть Конечно И наоборот Вещи То есть Новинки Понятно Что Вот Там Какие-то Орхидеи Но вот Флорариумные Растения Я вам скажу Что у нас Очень дешево Потому что Мы сегодня Пытались Там Совместно Разобраться В селегенеллах Всей компанией И мы там И несколько Продавцов В общем Цены Такие Мы припухли И в итоге Их не купили Во-первых Мы не поняли Что это за виды Непонятно Есть она у нас Нет у нас Они Не очень понимают Что они продают На всем рынке Была одна женщина Которая сама Это все собирает То есть Это не перекупщик Она Прям Мне показывала Фотографии Как она ходила Там по речкам И с ней еще Хоть как-то Можно было Разговаривать Она могла тебе Сказать Размер растения Примерно Где они его Находили Вот Фотографии Там Как это Выглядит В природе А остальные Вообще То есть Не бум-бум То ли у нас Настолько плохо С взаимными Объяснениями Нужно скажем Прямо Флорариум Но мы не нашли Много Мы еще поедем В субботу Если все получится В магазин К Боцефаландре Или кого-то Репланс Его еще Называют Но это человек Который ничего Не разводит сам Он перекупает Очень дорого Продает Но у него Есть магазин Флорариумный И Мы сами У него иногда Покупали Он Один из немногих Кто отправляет В Россию И обычно Все нормально Доезжает Вот Так что Посмотрим Если конечно Мы все успеем Потому что Честно говоря Третий день Так очень Как будто У нас ног нет Уже А учет Нашли Ох Да Какой-то Интересный Печеночник Растет Прямо на глине Почва Очень глинистая Не знаю Как его вести Почву нельзя Потому что Перевозить Очень-очень Плотная глина Отделить Естественно Да нет Сейчас Скребем Кашу отскрести Мы с собой возьмем В отеле Разберемся Да Сейчас еще Я его тут нарежу Конечно Вот такой вот Поселочек Дачный В общем-то На наши Подмосковные Вполне себе Похож И размеры Участочка Тоже Такие же Вот какая-то горлица Тут бродит Да Вообще ничего не боится Как голуби у нас Цып-цып-цып-цып-цып-цып Цып-цып Извините Маша Прохлаждается Ты бы знал Какая она горячая Все Гланемки Которые Green Studio Себе отобрали Вот Скоро Это все Будет отправлено В Москву И будет проходить Адаптацию Пару месяцев После этого Поступит в продажу Вот это вот Агланемка Стоит 18 тысяч На наши деньги В закупке Соответственно Приехав В Москву Она будет стоить Минимум В два раза дороже Никто не хочет купить Сделаем скидку Рублей 300 Гуляем Еще гуляем Ооо На рисик У нас деньги Покажем Да А кто это? Это Дикторик А мы Поплесим Потом Вообще Пока ребята Там считают Агланемы И деньги Мы пойдем Прогуляться По поселочку Посмотрим Что тут еще Растет Как люди живут Куры Колхоз Короче Все равно Клево Клево Конечно У людей Во дворе Бананы Растут Так Что-то Они там Говорили Направо И налево Налево Потом Направо Идем К какому-то Хлопковому Дереву Сейчас Посмотрим Как оно Выглядит Если мы его Найдем Бананы Растут Вдоль забора Речка Вонючка У меня походят Тоже Голова Сетки Сетки Ну Кстати Не корму Она Чет Берег Красный Лес Забор Ну Кстати Да Бамбук Растет Высотой Метров Наверно Забыли Да Бамбук Высотой Метров Семь Наверно Здоровый Какая-то Пальма Ну И дерево Не знаю Может оно И есть Хлопковое Это Папайя Еще Маленькая Но Цветочки Есть Спасибо Короче Видимо Действительно Это хлопковое Дерево Потому что Вот Клады Видите Собой Возьмем Да Хорошо Иди Папайю Рассказывай Пошли Все На скинь Софья Жизнева Вот Участочек Похоже Продается Вот Кто знает Как это Переводится Пишите В комментариях Издалека Растение Выглядит Как сосна Но Подойдя Ближе Видим Цветочки Тоже Мы не знаем Что это Такое Если Что Пишите Это Лотос Тут Они Повсеместно Растут В таких Кашпо Заполненных Водой Вот Его Коробочки Семенами Здесь Они Почти У каждого Магазина Везде Стоят Вот Под забором Растет Какая-то Бромелия Не знаю Что это Может Кстати Ананас Что Скорее Всего Просто Как сорняк Вон Горлица Опять Прилетели Это Какая-то Побольше Уже С Полголубя Размером Вон Они Сидят Магазина К哶 Магазина Магазина Вон Магазина